Дорогой Барак Обама, на содержание 44-го президента Америка потратит рекордную сумму, больше миллиона. Зачем Обаме такие деньги и сколько штаты тратят на других бывших топ-чиновников? Дмитрий Анопченко подсчитывал. У пенсионера Обамы не жизнь, а сказка. Покинув Белый дом, он сразу же на Гавайи улетел заниматься серфингом, много времени на гольф и отдых. Вещи его семьи перевезли в шикарный особняк в престижнейшем районе Вашингтона стоимостью 5 миллионов долларов. Он собирается писать книгу и консультировать будущих лидеров, вот только пресса выведала вся эта роскошная жизнь, по сути, за счет государства. Журналистам газеты Washington Times попали в руки финансовые документы Конгресса, из которых становится понятно, в 2018-м на содержание Барака Обамы запрашивают, ни много ни мало, миллион 150 тысяч долларов. Рекордная сумма. Еще ни один американский президент не обходился стране так дорого. Смета у экс-президента простая. Больше чем за полмиллиона долларов он собирается снимать офис в центре столицы. 236 тысяч долларов в год пенсия. Добавить сюда расходы на помощников, на поездки, на связь, вот и выходит больше миллиона. А ведь сверх этой суммы еще и охрана, и выплаты бывшей первой леди, и все это тоже из бюджета. И по данным газеты, только секьюрити обходится в суммы шестью нулями. Последним американским президентом, который, уйдя из этого здания, действительно, потом нуждался в деньгах, был Гарри Трумэн. Когда он в 1953 году ушел в отставку, действительно испытывал финансовые сложности. И это стало огромным уроком для всех первых лиц государства. С тех самых пор их содержит страна. Причем содержит очень щедро. На полном содержании у страны великолепная пятерка. Оба Джорджа Буша, Билл Клинтон, Джейми Картер, а теперь еще и Барак Обама. Вот только у его предшественников и пенсии расходы куда скромнее. Буш на 100 тысяч меньше, чем Обама попросил, Клинтон на 200 тысяч меньше. Скромнее всех Джейми Картер оказался. Ему и на годовую аренду офиса 100 тысяч долларов хватает. И свой дом он государству завещал. Мол, после смерти делайте в нем музей, а пока я жив, просто прибирайте бесплатно. Но с каждой сменой власти бюджет только раздувают. И вот он, новый рекорд. Похоже, Обама действительно станет самым дорогим для страны президентом. Конечно, если на фоне разгорающегося скандала не урежет смету. Финансовая информация такого рода не подлежит разглашению, поэтому пресса и решила, что скандальными данными об обами с газеты поделился кто-то из окружения Трампа. Как бы там ни было, президент-демократ сейчас в очень щекотливой ситуации, ведь у него есть выбор между деньгами и репутацией. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.